Группа Волощука СД давно решила на полуострове Камчатка побывать. Здесь Волощук служил, здесь набирался силы и на всю жизнь он получил здесь вдохновение заряд. Камчатский край богатый, но суровый. Здесь начинается российская земля. Народ живет здесь смелый и толковый. Когда здесь утро, то в столице еще спят. Мы постараемся вам показать как можно больше вулканы, гейзеры, овачу, сивучей, китов и медведей, памятник Берингу, Петру и Павлу, губернатору Завойко и песни вам споем про этот край, про океан и про людей. Уважаемые участники рок-группы Волощука СД, поздравляю вас всех с этим прекрасным летним днем. И хочу отметить, что целый день нас сегодня преследовала удача. Нам повезло, мы увидели китов, мы увидели сивучей, мы увидели тюлени, мы увидели открытый океан, мы увидели бабушкин камень. Мы даже на удачу бросили монетки камня шамана. То есть целый день нас преследует удача, поэтому я хочу за нее выпить. Ну это с большая удача. Апти, аптичка! У меня клавишница ругуба поправила, еще птичка покакала на нашу этот, на наш корвет. Поэтому удача преследует бесконечно. И Волощук СД поймал огромного ухуня 5-килограммового, который нам сейчас готовят, нам есть. И уже даже его сюда положили, в уху. Поэтому удача преследовала нас с ладей, и я надеюсь, что она будет преследовать нас всю жизнь. Поэтому давайте, за удачу. Потому что кого удача любит, доченька? Дорогу, улочек, да? Да, она любит смелых. Вот, вот так. Я, как будущий эксперт Мишлен, должен оценить, как тут местные матросы готовят уху из той рыбы, которую я поймал. Сейчас попробуем. А ну, а ну, а ну. Вкусная, наваристая ушица, Камчатский говорит. Уважаемый любитель рок-музыки, прекрасная уха. Николай, спасибо вам огромное. Хочу представить вам повара. Перед Мишленом. Я, как будущий эксперт Мишлен, а тайный, замолвливаю за вас слово. Скажу, что на Камчатке есть прекрасный повар, который умеет делать прекрасную уху. И зовут его Николай. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот и наступил вот торжественный момент, когда вот ту рыбу, которую я поймал, окуня морского, такого огромного, почти 4-килограммового, нам поджарили, поставили на стол. И у нас опять богатый стол, а? Поэтому я хочу выбить за то, чтобы наша жизнь была богатой, насыщенной всякими приключениями, всякими событиями интересными. И чтобы мы всегда сами провагали все усилия, чтобы сделать эту жизнь интересной. Вот, давайте за вот это. Оцениваю мастерство повара. Не испортил ли он мою рыбку? А ну. И рыба вкусная. И повару 5 баллов ставлю. Классно поджарил. И посолил в точку. Вкусно. Вот он сидит сзади, отдыхает. Рыба действительно великолепная. Очень вкусная, реально. Хороша. Ну и в продолжение предыдущего тоста, уважаемые любители рок-музыки, к нам прибыл новый участник группы. Вернее, он-то старый, но он только прибыл. Поэтому вновь прибывший я произнесу тост такого содержания. Рыба очень вкусная. И я хочу выпить за то, чтобы жизнь наша была вкусной. А самая вкусная в жизни что? Не знаю. Роскошь человеческого общения. Хочу пожелать всем вам, уважаемые любители рок-музыки, и нам, чтобы у нас всегда была хорошая компания, интересная. И чтобы наше общение доставляло нам и радость, и удовольствие. И нас просвещало. И делало умнее, и остроумнее. Вот давайте за это. Уважаемые любители рок-музыки. В мировом океане существует не только огромное разнообразие видов рыб, но и немало разновидностей крабов. Я в своей жизни попробовал несколько видов крабов. Черноморских крабов, которые небольшие по размерам, максимум вырастают до размера в кулаках. Ел голубых крабов, обитающих в прибрежных водах Средиземного моря возле берегов Турции. Они тоже небольшие и очень вкусные, занесены в Красную книгу. Конечно же, пробовал больших камчатских крабов, которых и в этот приезд на Камчатку мы наелись досыта. Но вот крабов-стригунов не ел ни разу. И вот здесь, на яхте профессор Шварценгольд, команда, помимо блюд, приготовленных из пойманного мною морского окуня, приготовила для нас еще и это традиционное камчатское лакомство – сваренных крабов-стригунов. Что это за крабы? В отличие от огромных камчатских крабов, которые активно мигрируют всю свою жизнь, крабы-стригуны живут в определенных местах. В основном это Тихоокеанское побережье Камчатки, Охотское и Берингово моря. Но они живут и в арктических водах Гренландии, Канады и Аляски. У них есть и другие названия – апилио или снежный краб. Они размерами поменьше камчатских крабов, но побольше и черноморских, и голубых средиземноморских. У взрослого самца панцирь достигает в диаметре 16 см, вес до 2 кг, а конечности, которых 5 пар, включая клешни, достигают 90 см. Самки примерно вдвое меньше. Обитают крабы-стригуны на глубинах 100-150 метров, но весной подходят к берегам на мелководье для продолжения рода. Когда размер панциря самца достигает в среднем 5 см, можно сказать, что он достиг половой зрелости. В среднем период взросления занимает 4 года. Но панцирь – это твердая, закостеневшая конструкция, не позволяющая крабу расти дальше. Поэтому природа предусмотрела линьку краба-стригуна, которая происходит у него перед спариванием. И вот здесь интересный факт. Когда краб сбрасывает свой старый панцирь, под ним обнаруживается новый, только еще мягкий, эластичный. Пока панцирь не впитает в себя кальциевые соли и не затвердеет, краб прячется в укромном безопасном месте. А чтобы новый панцирь был побольше размером, с учетом роста краба до следующей линьки, он всасывает в себя воду и увеличивается в размерах раза в полтора. И избавляется от излишней воды только тогда, когда новый панцирь уже затвердеет. Еще интересный для меня факт не тот, что одна самка производит до 150 тысяч икринок. Многие животные и насекомые производят огромное количество зародышей. А тот факт, что созревание икры у самок длится от года до трех лет, после чего только вылупляются личинки. Обычно такие длительные сроки вызревания наблюдаются у высокоорганизованных млекопитающих. Да и живут крабы немало, в среднем 12-19 лет, как многие крупные животные, к примеру, собаки. Конечно же, большинство вылупившихся личинок уносятся течением на произвол судьбы и не выживают. Любителей ими полакомится в океане огромное количество. Но и оставшихся достаточно, чтобы у людей была возможность организовать их промышленный лов. Мясо краба-стригуна очень вкусное. Имеет сладковатый привкус, содержит много белка и фактически не имеет жира. Поэтому это мясо не только вкусное, но и диетическое. Блюда из него готовят в лучших ресторанах мира. Ну и, конечно, моряки варят крабов в морской воде. Тогда они принимают точную соленость. И к сладковатому вкусу крабового мяса добавляется солоноватый привкус. И оно от этого становится еще вкуснее. Настоящее лакомство. Считаю, нам очень повезло, что здесь, на яхте профессор Шварценгольд, нас угостили этими крабами. Вручили нам ножницы для вскрытия панцирей и предупредили, что есть их надо аккуратно, чтобы не запачкать одежду, так как избавиться потом от запаха краба очень трудно, даже после хорошей стирки. Ну, и я надеюсь, вы нас не осуждаете, что мы бросаем за борт остатки еды. Это мы делаем по-морскому правильно. За борт нельзя бросать только мусор. А остатки пищи это не мусор, а пища для других обитателей океана. Но на флоте придерживаются строгого порядка. Бросать остатки пищи только с кормы. А нам как раз и организовали этот пикник прямо на корме яхты. Спасибо им за это. Это самая окраина Петропавловска-Камчатска. Вот это поселок Завойко. Город растянут на 20 километров вдоль побережья и поселок. Завойко это самая южная точка. А потом он идет туда выше, на север. Куда мы сейчас и направляемся. Морской порт Петропавловска-Камчатского, который находится по сути дела в самом центре города. Там и начиналась история Петропавловска-Камчатского. Именно там находится Никольская сотка, на которой адмирал Завойко организовал оборону. Да, кстати, расскажу вам про эту оборону. Его назначили генерал-губернатором Камчатки вообще. А в 1853 году началась Крымская война, где англичане с французами совместно пытались у нас откусить Крым. Но им показалось этого мало. Война началась в 1853, Крымская. А в 1854 году подошли сюда 6 кораблей, 212 пушек у них было, и 2500 батросов-десантников. Они решили захватить Петропавловск-Камчатский. Ну, тогда он назывался Камчатская гавань. И тогда адмирал Завойко загодя знал о приближении этих кораблей. Он организовал там создание на этой Никольской сопке, которая сейчас называется Сопка любви у Камчаталов. Он организовал там оборону, построил редуты, тащил туда все пушки. У него был один фрегат, тоже с пушками, тоже внизу стоял, ждали их. И когда англичане с французами подошли, они сначала устроили артовстрел и попытались сломить весь этот редут. На батареях Максутова Александра полностью ее разбомбили. Это герой этой войны. У него здесь памятники и улицы ему названы. Максутова. Англичане с французами после артподготовки полезли на эту сопку, чтобы уничтожить там всех. И наши защитники Петропавловска-Камчатского под руководством адмирала Завойко сбросили их, уничтожили. Англичане с французами сбросили там своих прабортимов, они бросили там знамя на свои. В частности, знамя гибралтарского полка. Они бросили его. Он находится в музее. В Боинской славы, где-то, или в Питере, или в Москве. Здесь его копия в музее находится. А вы же знаете, что знамя, оно священно. Его нельзя бросать. Потому что после того, что знамя потеряно, расформируется соединение военное. Это традиция во всем мире. Но наши русские моряки, наши русские люди великодушные, они похоронили всех с почестями. И там на Никольской сопке есть могила братская. И те, кто защищал Петропавловск, и этим французам и англичанам тоже могилу там сделали. Она до сих пор охраняется у нас государством. Более того, даже тот французский, командующий этой эскадрой, сказал, я сожалею, что я не знаком с адмиралом Завойко. Потому что это очень мужественный человек. Я бы хотел пожать ему руку. Ну, а сейчас эта Никольская сопка называется в народе сопка любви. Там любят люди встречаться, свидания назначать. Поэтому она и названа сопка любви. Мы там были. И мы там видели выступление местных музыкантов прямо на набережной. Это рядом с этой Никольской сопкой. Вот такая вот история адмирала Завойко. Ну что, я рад, что 40 лет спустя, ну чуть меньше, в 81-м я сюда пришел служить, в 84-м ушел. Ну, 40 лет я сюда приехал и посетил эти благодатные наши русские места. И вспомнил те годы, когда мы пришли на флот, то казалось, что это никогда не кончится впереди. Три года бесконечность. А сейчас понимаешь, что это был один миг. И это были прекрасные годы. А не и сейчас прекрасные. Ну и тогда были прекрасные. Вроде бы трудности, тяга. Там вспоминаешь всегда только приятное, веселое, мужскую дружбу настоящую. Вспоминаешь море, красоту это вспоминаешь. И понимаешь, что все было не зря. Вот так. Поэтому всем вам желаю не жалеть о прошлом, а делать выводы и идти вперед. А прошлое это наша опора, это наша платформа, это наш фундамент. Его нужно делать сразу же, думая о том, что ты будешь настраивать позже. А не так, что колосс на глиняных ногах. Именно поэтому рок-группа Получука СД создает сейчас репертуар, оттачивает стиль, делает репетиционную базу, делает звук приличный. Мне уже нравится тот звук, которого мы добились. И тот стиль, к которому мы подошли. Это настоящий новый хард-рок. То есть все сделано по классическим канонам хард-рока, но мы пытаемся добавлять новый звук, новые приемы. Мы создаем фундамент, на котором и выстроим свое видение современного хард-рока. Уважаемые любители рок-музыки, в ходе путешествия по Авачинской бухте и заливу мы вам показали и рассказали об острове Старичков и о нескольких известных и легендарных одиноко торчащих из воды скалах, кекурах. О шаманском камне, якобы приносящем радость материнства. В бабушкином камне, вызывающем умиление своим добрым видом. В чертовом пальце, который торчит из воды и действительно как будто слышатся слова Рогатого. Я же вас предупреждал, сукины дети, поплачете еще. Но мы вам не рассказали об одном из главных символов Камчатки. О трех рядом стоящих скалах, которых называют Три Брата. Вот сейчас мы как раз проплываем мимо них. И вы можете их видеть позади меня. Они располагаются прямо на выходе из Авачинской бухты. И каждый раз, когда мы уходили на своем эсминце в море, то обязательно говорили им «До свидания, братцы!» А возвращаясь, обязательно с ними здоровались. Такая была традиция у нас. Расположены они в трехстах метрах от берега. И возле них всегда сильное прибойное течение, проявляющееся в виде пенящихся бурунов, поэтому подходить к ним близко опасно. И о них, конечно же, тоже существует местная легенда. В далекие древние времена на прибрежное поселение рыбаков часто обрушивалась морская стихия в виде огромных волн. И каждый раз она грозила смыть весь поселок. И вот в очередной раз тучи сгустились больше обычного. Стало понятно, что приближается невиданный шторм. И тогда три родных брата решили встать грудью на защиту родной земли. Они вошли в море и стали преградой на пути океанских волн. А так как они были богатырями огромной силы и роста, то море оказалось им по грунту. Стихия бушевала несколько дней и ночей, но ей не удалось сломить братья. И это очень не понравилось морскому богу. Тогда он решил превратить их в камень. Шторм закончился, а братья так и остались застывшими в море. И по сей день они продолжают стоять на страже спокойствия живущих на берегу людей. Вот такая красивая легенда. А на Камчатке все красиво. И природа, и легенды. И самое главное, люди здесь смелые и прекрасные. Уважаемые любители рок-музыки, заходим в порт Петропавловска-Камчатского. И видите, такая яхта, как утюг. Но это оригинально. Но мне сказали, что эта яхта принадлежит Тинькову, нашему знаменитому предпринимателю. Кстати, очень талантливому. Потому что с нуля мужик поднялся. Не то, что там приватизировал что-то, какие-то заводы на халяву получил. Нет, с нуля поднялся. Сначала пивзавод сделал, Тиньков пиво. Потом прекрасный банк организовал. Это банк с самым большим количеством частных людей было у него. Ну, после сберега. Уважаемые любители рок-музыки. Но откуда вышли, туда и пришли. И вот она, бухточка, стоянка, яхт. Можно сказать, что здесь тоже белые ночи. Времечка-то уже скоро 10. А светло. Все четко. Так что мы из рок-путешествия на белые ночи в Питер попали на белые ночи в Петропавловск-Камчатский. Погодка. Во! Нам повезло. Потому что, повторюсь, средняя температура в июле у них 13 градусов. А нам повезло здесь солнечно. Красота. Уважаемые любители рок-музыки. Вот хороший капитан, но забывает, что мне сказал, кто такой профессор Шварценгольф. Я же тоже профессор, это же мой коллега, я так понимаю. Ах, однозначно. А ну, кто это, давай. Друзья мои, был такой фильм, День радио. Квартир И. Да, есть такой. И там они говорили о неком профессоре Шварценгольфе, в честь которого было названо судно. Мы не присваивали имя этому судну, мы его купили с таковым. Менять не стали. Прекрасное название. Да, прекрасное название. Загадочное главное. Ву. Да. Что даже у меня, у профессора Волоччука возникли вопросы. Ну что, товарищ капитан. Все, очень рад. Я благодарю вас за интересную экскурсию по овачьям, выходу в океан, за китов, за сивучей, за то, что подошли прям к камням, к шайтанскому, к бабушкиному камню, к вас, к трем братьям, к чертову пальцу. Все показали нам. И Завойко показали. Круто. Друзья мои, приезжайте на Камчатку, здесь есть что посмотреть. Уважаемые любители рок-музыки, хочу представить вам прекрасного повара. Все говорят, что это матрос. Какой матрос? Это повар. И бас-гитарист. И бас-гитарист. Вы думали, где рокеры гнездятся на Камчатке? На яхте профессор Шварценгольф. Вот он, Коля. Накормил, напоил, рыбку вот такую вот приготовил, мушицу. Во. Всем рекомендую. И вот здесь на Камчатке, на Шварценгольда, на профессора Коле подходить. Он во время на бас-гитаре слабает по полной прорыванию. А вы говорите, что это не рокерское место. Для зрителей рок-группы Волчука СД. Рок и ролл фарева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова